Всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Махокани-Семенов. Сегодня в выпуске итоги сезона 2016 года в Лиге Легенд. Очередной титул Wings Gaming, сетка плей-офф The Summit 6, а также трансферные новости Team Empire и возвращение титулованного украинского протоса на профессиональную сцену StarCraft. Riot Games подвела итоги сезона 2016, где выделила две пятерки чемпионов. В одну попали герои с самым большим соотношением побед, а в другую — наиболее выбираемые. Компания также опубликовала список героев, чья популярность выросла в 2016 году и собрала самые интересные факты о 17 регионах. В число последних попала Россия, благодаря составу Albus Noxluna, который отлично выступил на чемпионате мира 2016 года и остановился в одном шаге от полуфинала. Более подробную информацию о сезоне 2016 вы сможете найти на специальной странице официального сайта игры. Команда Wings Gaming победила в турнире Northern Arena Beat Invitational, который проходил в Монреале с 11 по 13 ноября. В финальном матче действующие чемпионы мира по версии The International 2016 обыграли коллектив Team NP со счетом 2-0. На пути к финалу Wings Gaming показала свою силу FDL, Team NP и E-Holm. За весь турнир Wings Gaming уступила только одну карту — в матче против земляков из E-Holm. В турнире принимали участие 8 команд из Китая, Европы и Северной Америки. 7 коллективов получили прямые приглашения от организаторов, а последний слой достался победителю квалификации — команде FDL. Общий призвой фон турнира составил 100 тысяч долларов. Организаторы The Summit 6 анонсировали сетку плей-офф, в которой 8 команд будут сражаться за 100 тысяч долларов. Virtus.project.way — единственный представитель СНГ. Сыграет в четвертьфинале с китайской командой E-Holm. Матч ВП против E-Holm откроет лан-стадию The Summit 6. В первый игровой день в четвертьфинале также сыграют Wings Gaming и Team NP. 17 ноября в борьбу вступят пары Digital Chaos против OG и Team Faceless против Evil Geniuses. The Summit 6 пройдет с 16 по 20 ноября в Лос-Анджелесе в студии Beyond the Summit. Призвой фон турнира составит 100 тысяч долларов и будет увеличиваться за счет продажи внутриигровых билетов. Чуть больше 40% от всей суммы достанется победителю. Организация Team Empire сообщила, что год покинул состав по Dota 2. Пока что Сергея заменят Чапи, а вторым стендином команды стал OneScore. Team Empire представила новый состав Сергеем Брагином на центральной линии 12 сентября 2016 года. Коллектив не смог квалифицироваться на The Summit 6, уступил Virtus.project.way в матче за квоту на Dota Pit League Season 5 и не прошел открытую квалификацию к The Boston Major 2016. Team Empire продолжила сезон перестановок в регионе СНГ 11 ноября, расставшись с Aloha Dance. Будущее Aloha Dance и года остается неизвестно. Трансферные новости другого СНГ коллектива, Vega Squadron прокомментировал его бывший капитан ФНГ. Прочитать его интервью и найти ответы на все вопросы можно на сайте cybersport.ru Один из самых титулованных украинских протосов Bytra планирует вернуться на соревновательную сцену в StarCraft 2 и выступить в новом сезоне. 36-летний ветеран начнет активно стримить, чтобы войти в Лигу Грандмастер. Bytra начал карьеру со StarCraft Brood War. В этой версии он неоднократно побеждал и занимал почетные места на различных мировых турнирах. В 2010 году Bytra продолжил карьеру в StarCraft 2, где украинец также стал победителем нескольких турниров. В 2012 году он завершил карьеру, а с 2013 присоединился к компании Twitch, где занимается продвижением сервиса в СНГ. Ну а у меня на этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok